МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областной театр драмы приглашает на спектакль старомодная комедия по пьесе Алексея Арбузова, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Борис Ярыш. Написанная в 70-е годы 20 века пьеса является и мелодрамой с прибалтийским акцентом, и старой-старой сказкой про любовь уже двух немолодых людей. Начало в 19 часов. В музейно-выставочном центре завтра состоится открытие персональной выставки живописи Владимира Алдошина от реализма до абстракционизма. Его творчество хорошо известно любителям живописи. Художник широкого диапазона, портрет, натюрморт, городские мотивы, абстрактные вариации в этот раз представляет полотна последнего десятилетия. Преображение видимого, упрощение с элементами кубизма. Все это завтра на открытии выставки в 16 часов. В городском выставочном зале проходит юбилейная выставка монументального искусства и живописи Игоря Лузакова. Член Союза художников России представил живописное полотно на историческую и патриотическую тематику, на тюрьморты, пейзажи и виды города Брянска. Посетить выставку сможете завтра с 10 до 19 часов. Фильная индустрия завтра в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами. Три икса мировое господство. Оксандр Кейдж спустя годы возвращается в безумный водоворот событий. В этот раз вместе с командой ему предстоит найти мощное секретное оружие. Главной роли Вин Дизель. В российском фильме ужасов невеста. Семья жениха хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям. Комедия «Почему он?» С самого рождения дочь для отца – центр вселенной. Но как смириться с тем, что в мужья себе она выбрала не того? В ролях Джеймс Франко, Брайан Крэнстон и другие. Музыкальная мелодрама «Ла-Ла Лэмп». Пришедший к влюбленным молодой кинозвезде и джазовому музыканту «Успех» начинает подтачивать их отношения. В главных ролях Райан Гослинг и Эмма Стоун. Криминальная драма «Закон ночи». Америка начала 20 века. Сын полицейского оказывается вовлечен в жизнь криминального мира. В ролях Бен Аффлек, Зоя Салдана и другие. Семейный комедийный фильм «2 плюс 1». Беззаботная жизнь главного героя полностью изменяется с появлением в ней дочери. Фильм ужасов «Не стучи дважды» пройдет в кинотеатрах Рай-парк и Люксор. Фантастический боевик «Кредо-убийцы». Благодаря революционным технологиям главный герой проживает приключения своего предка в Испании 15 века. В ролях Майкл Фассбендер, Марион Коттер и другие. Фантастический комедийный фильм «Монстр трати». Смотрите в кинотеатрах Рай-парк, Синемаклап и Люксор. Российская историческая драма «Викинг». Раннее средневековье. Правящий род в раздоре. «Вина за случайную смерть» легла на великого князя. В ролях Данила Козловский, Светлана Хоченкова и другие. Комедийный мультфильм в формате 3D. «Снежная королева 3. Огонь и лед» представлен в кинотеатрах Рай-парк, Люксор и Синемаклап. Мультфильм «Три богатыря и морской царь» пройдет в кинотеатрах Рай-парк, Люксор и Синемаклап. 24 января в музыкальной гостиной Брянской областной филармонии в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» состоится онлайн-концерт фортепианного дуэта Екатерины Мечетиной и Александры Гиндина. Их совместный проект уже назвали уникальным. Единое дыхание, потрясающее чувство ансамбля, выверенные до мельчайших подробностей штрихи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин